Мне кажется, мягче, 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 тоньше и деликатнее. Мне кажется, мне кажется, младенец, птенец, мотылек, ну нашалил, написал на заборе не то слово, которое нам всем бы хотелось. Разбил фонарь, в конце концов, вам поставил фонарь под глазом. Ну простите его, он больше не будет. Поговорим о причинах. Мне кажется, влияние улицы, влияние улицы огромное, вот как избежать это влияние улицы, когда вокруг сплошные улицы. Мне кажется, забор, единственный выход, забор, чтобы никакого выхода забор, вокруг двора забор. Не просто забор, а каменный забор, высотой метров 15-20, сверху можно орнамент из проволочки, хорошо бы из колючей. Можно и ток пропустить. Там 110-220 для эстетического разнообразия. То есть все это соорудить силами самих подон, простите, ребятишек. Ну а дети есть дети, начнут увлекаться, соревноваться, то есть 10 замесов в смену, 15, чтобы они домой на карачках приползали. Чтобы на все остальные художества просто сил не хватало. Лично мне вот так, как отца. То есть изоляция плюс вот именно трудовое воспитание. Лично мне вот так, как отца. Именно так, лично мне, как отца. Правда, лично у меня детей нет. Мне как отца. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мога быть, мога быть, мога быть, мога быть, стенка не так клуба, не так глупа. Мога быть, вы меня постите, если я вспоминаю в свое детство. Конечно, это было не то, конечно, было не так, и, конечно, это было, прямо скажем, совсем иначе. Мы когда-то с родителями жили на каме, оно широкое, широкое. Я бы сказал, даже очень, правда, время было не то, время было другое. Эпоха была жуткая, просто жутчайшая эпоха. Настроение было гнусное, и атмосфера была мерзопакостная. Но, тем не менее, рыба в каме была. И вот, как сейчас помню, мы, мальчишки, без штанов, простите, босиком, бежим по берегу, бег крутой, и вот в кустах соловей. Ведь, слушайте, ведь вот пичуга, ну смотреть не на что, ну мелочь пузатая. А ведь как подлец природу украшал, что делал мерзавец? Слушай, а может и драть? А? Я про детей, про этих соловьев-развонников. Нас-то драли, и ничего, как видите, целое поколение выросло. Вот в моей семье Сидоровых, мой отец Сидоров-старший, меня Сидорова-младшего лупил, как Сидорову козу. По-моему, это же самое может рассказать о себе любой интеллигентный человек. Конечно, могут быть и другие методы воспитания, но для этого нужны и люди, и время, и деньги. А тут дёшево и сердито. И главное, всё под руками. Ремень, руки и это самое. Объект воспитания. Подумайте, не так глупо, а? Мога быть, мога быть, а? АПЛОДИСМЕНТЫ Вот я слушал вас всех долго, терпеливо и унимательно, и, наконец, понял. Ну и дураки же вы все. Один предлагает их в стенку замаровать, другой у которого голова, как крутое яйцо, предлагает их драть. Это он будет драть. Да на него взглянуть как следует, он до конца жизни заикой останется. Главное, человек родить. Родил, на том спасибо. А уж дойти он должен сам до всего. Вот возьмите меня. Пить, курить, говорить. Я начал одновременно. Никто меня не учил. На днях иду по улице, смотрю, старуха идёт, тащит чемодан, куда на это все проходят мимо. Я подошёл, говорю, мамаша, говорю, мамаша. Я что-то надрываюсь, говорю, мамаша. Давай чемодан донесу. И понёс. И понёс. Куда вот старуха подевалась, до сих пор понять не могу. А что, воспитание и воспитание. Любое воспитание это насилие. Человек должен расти на свободе, как цветок. А он, говорит, драть. Я тебе так дерну. Ты у меня опять без штанов по берегу побежишь. Вспомнишь своё детство золотое. Удивляюсь я на вас, на мужчины. Ведь какие вопросы-то ставить? Как быть? Кем быть? Бить или не бить? А я вот иначе спрошу вас. С кем быть? Ребятёнку-то. Вот у соседей моих, когда бабушка жива была, они и горе не знали. Выходили в любую смену. Работали себе на здоровье. Ну, правда, ребёнок родителей не видел, но он про них знал. Бабушка рассказывала. Фотокарточки показывала. В профиль, в фас. Ну, а как бабушке не стало, она, бедная перед работой, забежит ко мне, Кузьминична, уж будьте добры, восемь часов Славику, постучите в стенку, чтобы в школу не проспал. Ну, я на пенсии, мне себя одно бессонница. Ладно, говорю, стукну. Смотрю через окно. Она мимо дворника идёт, за метлу его тронет. Егорыч, в случае чего Славик начнёт выражаться, вы уж его легонечко-метёлочкой шмякнете. Ладно, говорит, шмякну. Почему же не шмякнуть? Милиционер увидит, товарищ сержант, в случае чего Славик ввяжется в драк, вы уж свистнете, напугайте ребятишек. Ладно, говорит, мы ж на то поставлены. Участкового врача увидит, Вера Васильевна мимо Славика проходить будете, пощупайте лобик, не горячий ли. В случае чего на работу мне звякнете. Ладно, говорит, звякну. Вот так. Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто звякнет, вместе получается воспитание. А я вот думаю, что чем дворники до милиционера, может лучше всего родная мама, потому что он ведь у неё один, кровиночка. Аплодисменты. 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 Спасибо.